здравствуйте дорогие художники сегодня я хочу ответить на вопрос в комментариях вопрос был про то стоит ли заводить художнику для пиара с себя группу вконтакте меня спрашивали есть ли у меня продажи из моей группы вконтакте или заказы дам то есть что мне это дает ну хочу сразу сказать что группа вконтакте которая называется сейчас яркие картины натальи ширяевой изначально создавалась как группа для работ по декору и дизайну то есть и подписчики там в основном были по этим темам потом эту тему я перри эту группу я перепрофилировала потому что я как раз занялась плотную живописью и туда свои работы делаю это нерегулярно занимаюсь я ее редко интересно у меня к этому не особо много поскольку в принципе мне не нравится использовать вконтакте для собственного продвижения ну-ка у каждого человека да есть в общем то свои какие-то темы которые для него работают лучше и есть тема которые работают хуже которым не лежит душа так вот продвижение себя вконтакте это та тема который у меня в принципе не лежит душа поэтому наверное или наоборот по причине того что в принципе у меня продаж вконтакте нету у меня нет особого к нему интереса вот поэтому что касается моего опыта то вот у меня опыт такой что касается опыта моих знакомых художников ну из тех кого я знаю лично да то есть не через интернет у них они ведут группы у них там есть подписчики но то что я вижу это достаточно мало лайков достаточно мало интереса а и продаж тоже нет если у вас есть группа вконтакте да и она работает то есть у вас есть там регулярные продажи хотя бы там пару продаж в месяц напишите пожалуйста в комментариях просто интересен опыт всех людей потому что ну вот у меня опыт такой да а я некоторые люди рассказывают там вещи допустим просто начинающий художник достаточно слабенькие работы вдруг мне пишут что купили картину именно написали вконтакте поэтому я не не уверена что стоит именно заводить профилированную группу конкретно для своих картин но у меня есть мысль что возможно имеется смысл раскручивать просто группу где бы были люди заинтересованные да в каких-то красивых вещах но эта группа должна быть не профилированная под вашу живопись а именно группа в которой можно было бы собрать как можно больше просто человек потому что в принципе доступ к аудитории это всегда возможность дополнительных продаж на моем представлении что для того чтобы в группе действительно были достаточно частые продажи там должно быть но очень много человек да то есть вот у меня допустим а группы есть группы да по дизайну по тем темам которыми я занималась до живописи эти группы имеют больше десяти тысяч человек но вот допустим конкретно продать картину в этой группе у меня не получается то есть у людей интересно именно к тому по тем темам по которым эти группы раскручивались но если вы допустим группа у меня было восемьдесят тысяч человек мне кажется что возможно а у меня бы получались и продажи через них а узкоспециализированная группа где вы будете только свои картины вешать да вот такие группы мне кажется сводить смысла нету потому что достучаться и найти людей которым именно целевую аудиторию таким способом мне кажется в контакте невозможно вот но всегда есть исключение я допускаю что у кого-то есть и такой опыт поэтому я прошу написать вас в комментариях если у вас удается продавать картины через вконтакте вообще этот вопрос для меня был не новый иногда у меня мне его задавали раньше я отвечала честно как есть вот и даже однажды меня пытались поймать так сказать обвинить в нечестности сказать но если вам не дает типа это ваша группа никаких продаж зачем же вы и занимаетесь да но я ведь и практически и не занимаюсь я чаще картину пащу просто на стене у себя в личной своей группе где я не в личной группе а именно на своей страничке наталья ширяева вот в ту группу я просто иногда перепащиваю ну вот могу сказать что после этого сразу идет какие-то отписки оттуда то есть не подписки на ворот отписки вот поэтому можете сами какие-то выводы делать я делаю вывод что вконтакте это не совсем то место либо если уж заниматься этим вконтакте то надо тогда заниматься этим вкладывая вероятно деньги приглашая каким-то образом через рекламу туда все новые и новые подписчиков причем подписчики должны быть целевые то есть те люди которые потенциальные покупатели не те кто учатся рисовать не те кто просто перепащивает красивые картинки а те кто как бы платежеспособная аудитория которой эти картины нужны как ну как вещь которую они бы могли приобрести вот так мне кажется то есть это должен быть подход не к устарщину на коленке да вы сидите дома и в свободное от работы время своей картины туда периодически раз там в две недели заливаете а именно это нужен профессиональный подход к раскрутке группы вконтакте есть люди которые специализируются именно на заработке в контакте и вот с ними надо вам как-то контактировать узнавать у них нюансы всех этих так сказать премудростей заработка вконтакте продаж через вконтакте и вот так то есть я как бы не по этой части я не специализируюсь по раскрутке в соцсетях либо еще вариант когда имеет смысл да вконтакте иметь группу это если у вас уже есть какая-то аудитория поклонников покупателей допустим из какого-то ресурса например из youtube да то есть у вас на ютубе раскрученный канал и вы можете как дополнительную площадку использовать вконтакте просто публикуя туда фотографии да чтоб человеку было удобно выбрать что ему купить то есть в ютубе вы показываете видео со своей картины вы там каким-то образом можете достучаться до аудитории просто как бы вызвав симпатию к себе как к личности да как к интересной личности художнику а уже перейдя вконтакте человек может выбрать выбрать работу рассмотреть нюансы фотографий вот вот так примерно я вижу эту ситуацию мне в принципе наверное интересен да опыт каждого человека который вконтакте допустим какой-то получил заказ или продажу у меня были знаете были как бы сигналы просто такие социальные то есть мне там люди писали спрашивали сколько стоит но это знаете там где-то раз в полгода происходит и обычно эти люди они потом также и сливаются грубо говоря в неизвестность откуда они приходят собственно то есть они даже не являются моими там какими-то друзьями подписчиками вот так же было у меня буквально до их было штуки три таких ситуаций наверно за последние годы одна из них была человек был с белоруссии и он как бы был ну как бы видимо не покупал никогда ничего по интернету из россии то есть он даже в принципе был не способен оплатить так чтобы деньги пришли в россию потому что как минимум нужен paypal для того чтобы с другими странами контактировать да либо кто-то должен был из россии какой-то его родственник или друг заплатить как бы там по карте российской а он уж там с ним там я не знаю лично при встрече как-то потом должен был разойтись в деньгах в общем эта женщина она как будто бы проявила заинтересованность но при обсуждении моментов оплаты она как бы исчезла в туман а вот им она не была у меня в друзьях даже вот потом был сигнал человек а задал мне вопрос могу ли я написать картину по его фотографии то есть ему нужен конкретно был какой-то город и в этом городе там здание принципе мне не очень интересен был этот заказ поскольку я не люблю писать здание техника моя она мастихиновая она не ну скажем так не для прорисовки мелких точных объектов да к тому же я в свое время работала архитектором дизайнером я этих зданий на я чертила из-за свою жизнь то есть мне не очень интересно вот эти ровные линии проводить там какую-то там фотографическую схожесть делать я этим насытилась пока училась 6 лет в институте еще работала 7 лет после этого поэтому наверное ну как бы я поставила цену цена была такая же как я в принципе всем вставляю но видимо как бы вселенная поняла что этот заказ в принципе мне не нужен и человек тоже как бы сказал что он вроде хочет потом сказал что едет в отпуск ну в общем классика жанр человек исчез в туман вот и были ли еще случаи я не помню может быть что-то какое-то единичное но тоже это не дошло до продажи поэтому моя история в контакте вот такая у меня лично в ощущениях в контакте не нравится что именно в пиаре себя как художника через контакт не не нравится что то что в контакте это социальная сеть где очень очень много людей и каждый хочет каким-то образом привлечь к себе внимание да даже если он ничего не продает ему все равно хочется чтобы ему поставили лайк что ему там что-то какой приятный комментарий оставили но на самом деле для того чтобы себя так сказать продвигать вам лучше иметь какую-то такую зону где бы вы были хозяином а все остальные были как бы в роли уже посетителей это либо сайт свой либо youtube канал либо там магазина на ярмарке мастеров там конечно тоже есть как бы ну своя скажем так тусовка но все равно посетители просто есть а в контакте там как таковых просто посетителей нет все хотят как бы быть главными это ощущение такое как вы знаете постоянно натягивание одеяло на себя вот так скажем если то есть возможно интересоваться вашими работами будут не с целью их приобрести с или их срисовать с целью их ну как-то сравнить самому ну кому-то может просто нравится там перепастить да красивую картинку кто-то там скопирует себе распечатать на рабочий стол поставить то есть это может быть как приятный бонус для художника да то есть каким-то образом самоутвердиться каким-то образом повысить самооценку уверенность себе там вот вот эти лайки да какие-то вы увидите там коллег вы можете пообщаться на какие-то темы но как таковые продажи мне кажется делаются иначе вот так что вот такое мое субъективное об этом мнение я прошу прошу вас поделиться своим мнением об этой вообще социальной сети о том если у вас были продажи но только пожалуйста не пишите вот какая-то моя там подруга моей подруги продает 150 картин в месяц потому что ну это заведомое введение скажем так заблуждение людей пишите только о своем опыте вот вы продали у вас есть опыт и тогда пишите об этом вот на этом я завершаю сегодняшний выпуск с рассуждениями о вконтакте желаю вам творчества хорошего настроения до свидания